Особое мнение на 101FM Задержание Леонида Ефаркина По делу парка Победы Завод охотничьего оборудования Длинное, большое, громкое Дело о сопротивлении населения Против отторжения земель Прилежащих к парку В пользу жилищного строительства И вот задержан человек Который, собственно, всегда говорил Что все по закону Все приобрели вовремя В срок за 300 С небольшим тысяч рублей Теперь он задержан Его допрашивают И как ты думаешь Насколько ожидаемо было Это задержание И после этого задержания На полном серьезе пойдут Еще более серьезные и громкие задержания Как тебе кажется? Ну, во-первых, наверное, все-таки неожидаемо Потому что очень долго это идет Борьба и очень долго длится эта история И казалось, что она уже канула Но, тем не менее Неожиданно, наверное, было Ну, и отчасти мне даже Ефаркина, Света, жалко Знаешь, почему? Потому что человек, на мой взгляд Не смог побороть свою жадность Я вот помню В бытность, когда мы делали С Артемом Панекаровским Нашу авторскую программу Точка зрения Мы тему парка победы Поднимали множество раз Мы были множество раз там на месте И во время пикетов И во время всего И очень четко тогда Я помню в одном из сюжетов Артем подметил На всех этих мероприятиях Ефаркин был Он тихо стоял Где-то в толпе митингующих Где-то, значит, со стороны Оправдывающихся Но он там был То есть теоретически И фактически Он знал, что происходит Он знал Это вот знаете У меня недавно Знакомый рассказывал Я, говорит, очень мечтал о машине И мне ее подогнали А оказалось, что там Перебитый номер на раме Я, говорит, не стал брать Потому что, ну, вдруг Это чья-то ворона И вдруг кто-то сейчас ее ищет Это как я ее возьму А человек знал Человек знал И он просто не поворол Свою жадность Поэтому вот И ведь он там был не один Во всем этом деле Он был не один И все фамилии Самое главное Всех абсолютно Неопределенный круг лиц Да Этого неопределенного Круга лиц Мы публиковали Все СМИ публиковали Кто, когда У кого купил Кто подписал За какие деньги Документы Кто учредитель Все опубличено Все в открытом доступе Мы знаем Какие там фамилии стоят И вот Ефаркин первый А еще прошел слух На прошлой неделе И даже кто-то Из наших коллег В СМИ написал Именно ссылаясь На собственные источники Что задержана Наталья Мамедова Глава департамента Муниципальной собственности А когда мы звонили В следственный комитет Нам говорили так Пока не подтверждаем Ну, Свет Ты прекрасно понимаешь Что Наталья Мамедова Выполняла Распоряжение БОСа Правильно? Правильно То есть она Вряд ли могла Таким Скажем так Куском земли Лакомым Распоряжаться По своему усмотрению Правильно? То есть это явно В интересах Неопределенного Круга лиц И при содействии А может быть Командах Неопределенного Круга лиц Вот что тут важно Знать в этой истории На данный момент Времени И какого продолжения Или окончания Этой истории Можно ожидать? Ну, все-таки Все равно Вот в этой истории Мне кажется Самая главная Такая и жирная Точка будет Это когда вернут Парк людям То есть вот это Действительно Его действительно Украли и крали Его планомерно Я помню Когда мы делали Сюжеты оттуда Я несколько раз Много раз Выезжал туда И там делалось Все очень хитро Люди не понимали Почему вдруг Одна часть парка Начинала Превращаться В какие-то руины Свалки И помойки А делалось Все очень просто Если ты не убираешь Кусок парка Автоматически Значит Большая площадь Становится помойкой И потом Очень легко сказать Ну смотрите Это же помойка А мы из нее Сделаем что-то Ого-го То есть сначала Планомеренно Сделать помойку А потом Сказать Прийти такие спасители На конях Похоже на мусорную реформу Которая сейчас Один в один Вот исчезает контейнер Вот посмотрите Все завалено мусором И приедет Благодетель Благодетель На белом коне И скажет Посмотрите Я все сделал Понятно Это стоит денег Там была точно Такая же история Это все делалось Планомерно То есть это все Было продумано Сомнения не вызывают И сейчас Очень хочется Чтобы жирная точка Была поставлена Которая логична будет А вот смотри Вот в то время Разные спикеры И активисты Которые к нам приходили Которые там были Они говорили По-разному немножко Кто-то говорил Что вот верните Парк Победы Пусть будет большой парк Людям И это нас удовлетворит А кто-то Как Дмитрий Михайлович Например русских Он говорил Что нет Этого мало Вот когда будут посажены Главные люди Которые ответственны За этот процесс Вот тогда будет Жирная точка Ты думаешь Сейчас чем удовлетворится Большая часть горожан Очень сильно Я боюсь Что главные люди Посажены не будут А будут наказаны Те люди Которые Скажем так В этой игре Были тоже пешками Вот это очень Не хочется Потому что Действительно Это было все сделано Очень нагло Практически На глазах Всего города И очень хочется Чтобы были наказаны Все таки Главные люди Те кто ставили подписи Те кто все это дело Поворачивали Пусть следствие ответит Кто этот неопределенный Круг лиц Мы пока так и будем говорить Но вот честно говоря Очень Хотя я тоже Ярый противник Мне очень жалко Людей Которых сажают В тюрьму Понятно Что хотелось бы Чтобы эти люди Лучше бы каким-то образом Из своего кошелька Расплатились За то Что они Нанесли такой ущерб Но тем или иначе Либо то Либо другое наказание Оно Ну вот очень хочется Чтобы было А круг пострадавших Ведь очень велик От местных жителей И не совсем местных Локальных Да Сообществ До наших Воротил Девелоперского бизнеса Которые тоже пострадали Да Мы сейчас говорим О КСМ Ну Воротилы Девелоперского бизнеса Они по крайней мере Это их бизнес И они Могли просчитать Они свои риски Закладывают В свой бизнес Правильно Правильно Мы с вами Которые сейчас В каком-то В таком состоянии Люди Которые рядом живут Да любой из нас Да Мы Вообще тут Невинно пострадавшие Мы эти риски В свою жизнь Не закладывали Ну и последний вопрос Который касается Этого дела Естественно Мы будем продолжать Следить за ним Как ты думаешь Все-таки Вот такое сильное движение Оно пошло Очень активным Да Это движение Даже Как ты отметил В какой-то момент времени Опускались руки И казалось Что все сойдет на нет И тут за этот год Просто ряд крупных заявлений Задержаний Активной работы Покуратуры Следственного комитета И вот мы что видим Сейчас на данный момент Благодаря чему Все это случилось Свет Ну давным-давно Все говорили И тот же Дима Русских И очень много Кто говорили Ждут отмашки То есть тут К сожалению Замешано На мой взгляд Тоже я соглашусь С ребятами Которые это говорили Тут замешана Большая политика Большая политика Выполнила Какие-то Свои задачи И сейчас Да Сейчас должна быть Видимо Была Некая отмашка Потому что Ну удивлялись все 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 знают Все все видят Но никто Ничего не делает Прокуратура Которая боролась Там в тех же судах Я помню Я был на том заседании Когда они с квадратными глазами Выходили Говорили Ну вот Вот такое решение Отмашка Насколько сверху Регионального уровня Федерального уровня Мне кажется Все таки Федерального уровня Федерального уровня Ну и ты ожидаешь Насколько я поняла По твоим словам Все таки еще более Бурного развития И какого-то громкого завершения Я хочу верить Что это будет Да Это особое мнение Член общественной палаты Кировской области Журналиста Владислава Крысова Мы продолжаем Вот сейчас начнем До короткого перерыва После него продолжим Дирекция дорожного хозяйства Ищет способы Разгрузить улицу Московскую На прошлой неделе Вместе с представителем ГИБДД Они здесь были В этой студии В программе Дневной разворот Пробка которая Образовалась В связи с открытием Торгового центра МАКСИ Даже выходные присутствуют Наверное ты заметил В субботу Вот в воскресенье Еще Как-то отдохнули А в субботу Он был И к Новому году Как говорят Представители ГИБДД И администрации Снова будет Не шуточный коллапс Потому что туда съедутся Люди с районов История про открытие Центра торгового Огромного В центре города И последствия В виде транспортного Коллапса Это история про что Света Это история про то Что это Определенный круг лиц Это уже не неопределенный Это определенный круг лиц Который подписывал Все вот эти документы На строительство Там вот этого Торгового центра То есть Этому определенному Кругу лиц Абсолютно Наплевать на горожан Потому что И так Было все понятно То есть там Пробка была всегда И наоборот Все время ломали голову Над тем Как от нее избавиться Путепровод Который Непонятно как Расширять И это огромное И на Московской И на Воровской Там была Всю жизнь Пробка И абсолютно ясно Что любое Толика какая-то Которая вот Добавит там Хотя бы чуть-чуть Она вызовет коллапс И в данном случае Очень странное решение Да вместо того Чтобы решить вопрос С пробкой Вот там вот Каким-то кардинальным образом Там сделали еще хуже Прервемся на полминуты И насчет странного решения Все-таки Чем такое Странное решение Может быть Обосновываться Для определенного Круга лиц Мы поговорим После перерыва Особое мнение На 101FM Да программа Особое мнение Продолжается Ее ведет Светлана Занько И свое особое мнение Впервые в нашем эфире Высказывает Член общественной палаты Кировской области Журналист Владислав Крысов Ну слушай Влад Смотри Определенный круг лиц Он действительно Определен Потому что Были подписаны документы Не в прошлом году А при прежней команде И тогда Эту команду Возглавлял Со стороны администрации Господин Перескоков Со стороны гордома Господин Быков Снова Владимир Васильевич Которому По парку победы Тоже предъявляют Все время Да И Звучат Заявления И объяснения Людей из ГИБДД И даже из самой администрации Что предупреждали Что нельзя строить Торговые центры В центре города Больше И супермаркеты Не надо открывать Да Что Нужно решать Проблемы с транспортом Что мы не рекомендуем И все равно Но в итоге Принимается решение И подписываются Такие решения И строится Такой торговый центр Вот здесь все-таки Кто виноват Как ты считаешь Эти два человека Или там Связанные с ними люди Плюс Да Или исполнители Которые могут сказать Нет В конце концов Или мы Общественность Которую упустили Допустили Не пришли на общественные Слушания И прочее Вот вся вот эта цепочка На твой взгляд Где здесь главные звенья Ну здесь главные звенья Во-первых Наверное Еще описал Салтыков Щедрин У нас ничего Действительно Не меняется И даже Вот на современном Этапе Когда Я знаю Много людей Которые Либо пытались Либо каким-то образом Значит Были задействованы В цепочке Из городской администрации Совсем Они из других городов Они брались за голову После того Когда они всю Видели систему Насколько здесь Очень сложно И Трудно делать Какие-то Скажем так Хорошие вещи Да И насколько здесь Сильно лобби Лобби Настолько сильное Местное Местное Что абсолютно Плевать на то Как это будет Чья это была земля Где сейчас стоит Макси Сах Спецавтохозяйство Это Сах Там есть конкретные владельцы Так Ну вот кто Зачем Вот там это построили И кто это подписал Вот и все Вот и все Посмотреть на эти вещи Как с Парком Победов И вроде все становится ясным Да Но вот сейчас Задача стоит другая У властей Задача стоит Разгрузить Этот перекресток Найти решение А это значит Что это большие Финансовые вложения За наш счет Бюджетные очевидно Кто-то очень Хорошо получил С этого участка Сейчас кто-то Будет на нем Зарабатывать деньги А мы будем Платить Мало того Что ехать по пробке Так еще и платить За то Чтобы сейчас Все это дело Разгребали По Максе Там еще одна интересная история По этому торговому центру Мы ее разбирали И в нашей эфире И в общественной палате Вот куда сейчас Ты тоже входишь Предыдущий Предыдущий арендатор Который собирался Зайти туда С торговым центром Обещал построить И это было В проектной документации Построить для горожан Там еще парк На берегу Люльчинки Горожанам это бы было здорово А тем кто подписывал документы Это не нужно было Зачем им Вот там парк Зачем им чего-то Как рассказывает один знакомый Очень хороший Мой знакомый Специалист По контролю Который работал долгое время В контрольном ведомстве Если ты видишь Что появляется новый крупный объект Торговый Ну какой-то Какой-то объект Частный Какой-то предпринимательский объект И не видишь вокруг благоустройства Имей в виду Что кому-то ушли деньги в карман Потому что Инвесторы когда заходят Они всегда процентов 30 Закладывают Либо на инфраструктуру Общественное пространство Либо на откат Вот что мы видим здесь Мы видим пустые рукололюльчинки Свет Я очень много видел Таких примеров В других городах К сожалению Да Очень жалко Когда бизнесмены Хотят сделать Какие-то Вот такие вот Крупные проекты И в первую очередь Что им говорится Понятно Что это не Законным А это как В мужицком разговоре Слышь Человек Если ты хочешь здесь Сделать там Торговый центр Или построить там Дом Будь добрый Вот здесь вот Сделай еще парк И вот тут вот Сделай аллею Вот все Это не взятка Кому-то в карманы Это не откат То есть город получает Реальные Какие-то красивые Парки Аллеи И так далее Понятно Что взамен чего-то Вот у нас Если не появляются парки Если у нас Не появляются Аллеи А появляются Объекты Ну то есть Ты с таким выводом Тоже можешь согласиться Абсолютно Да Но здесь как раз Наверное В том числе И творчество Для общественной палаты В которую ты вступил В этом году Скажи пожалуйста Какими вопросами Ты собираешься Там заниматься Наверное теми же вопросами Которыми я занимался Будучи журналистом Будучи журналистом Местного Я остаюсь журналистом Я просто сейчас Работаю на федеральные каналы И исключительно на них Не делаю чего-то местным Но вопросы Те же Свет Вот абсолютно Я даже сейчас Вспоминаю свои Последние программы Которые делал я На местном телевидении Они все те же Которые мы будем рассматривать В общественной палате И что там была Задача такая Что было очень приятно Когда что-то решается Вот хотя бы Даже если там Я не знаю За год работы Ты взял и помог И решилась какая-то проблема С помощью тебя Это уже Ты не зря поработал Это не зря Ты уже В профессии был И есть И так далее То есть вот Ну очень много примеров Там когда И в области Люди там Воем были Что у них нет воды По несколько месяцев Потому что там Сломался какой-то насос И его никак Не могут отремонтировать Ты приезжаешь А через неделю Тебе люди звонят И говорят Вы знаете Нам сделали Мы там Жили там Не знаю сколько И вот последний там Пример Мне до сих пор Звонит бабушка Из нашего дома ветеранов Наверное там Одни из последних программ Были Когда там Пожаловались люди Что их там обирают И что у них там нету И не мягкого инвентаря И деньги берут за что угодно Бабушка мне звонит До сих пор Милок Спасибо Она меня поздравляет Со всеми праздниками И так далее То есть Это уже не зря Здесь Та же самая история Здесь Даже если получится Ну хотя бы Что-то решить Или по крайней мере Раскачать Вот эту вот тину То это и то Уже будет результат Да Помните как В фильме Полет над гнездом Кукушки Да Герои Но я хотя бы попытался Совершенно верно И тем не менее Комиссии В которые ты входишь Ты помнишь Хотя бы вопросы Я тоже на названиях Не всегда ориентируюсь Но вопросы Объединили Мы еще не очень привыкли К новым названиям Это комиссия по ЖКХ Естественно Центр общественного контора Центр общественного И причем именно Что мне нравится Это именно контроля Общественного Да Потому что тоже Очень много тем и историй Было и в моих сюжетах По поводу того Когда огромные деньги Тратят А выясняется Что там кровлю сделали Из горбыля Вместо там доски Пятидесятки И так далее Да Этих вопросов Очень много И вторая комиссия Которая меня Очень сильно волновала Я вообще хотел Она раньше была Отдельная По здравоохранению Ее объединили Проблем В здравоохранении Такое великое множество Несмотря на все Вот эти дифирамбы Которые поются Я очень часто езжу Очень часто езжу По области Я не говорю за город В городе есть проблемы Но не в таком количестве В области нет медицины В области нет здравоохранения Это бедные люди Которые живут В этих деревнях И вот Даже вот Рядышком с Кировым Все воем воют Ни укол сделать Ни на прием Не попасть Никуда То есть вот В этой истории Мне тоже какое-то Участие очень хочется Принять Это будет комиссия По социальному развитию Здравоохранения Физической культуры И спорту На самом деле Когда эти вопросы Объединяли Мне тоже казалось Что это слишком много Для одной комиссии Ну мы посмотрим В конце концов Палата может решать Объединяться Разъединяться Я думаю да Такая гибкая система Если поймем И тем более Сан Саныч Он всегда За то Чтобы палата Именно работала Комиссию по социальным вопросам Наталья Катаева Насколько я знаю Возглавляет Очень деятельно Причем это Это человечище Который Любой из нас Позавидует Такой энергии И таким способностям Ну и главный врач Нашего перинатального центра Никуда не делся Да Который тоже очень активно Который возглавлял Комиссию по здравоохранению И остался с нами Я тоже вхожу в эту комиссию Так что вместе поработаем Будут ли как-то Твои журналистские навыки Отражаться на работе В общественной палате Как ты собираешься Может быть Освещать эту деятельность Мне бы вообще хотелось Вообще в меру своей возможности Сделать свободный канал Где можно взять И посмотреть любое Из совещаний Или работы комиссий То есть вот буквально Я могу Что от меня зависит Это поставить Две камеры И от и до Писать на то Что происходит Чтобы потом Ну может быть Каким-то членом Общественной палаты Было стыдно За свое действие Или бездействие Или за тем Чтобы люди Не спрашивают Чего вы там вообще делаете То есть вот у всех Вот да Такой вопрос Зачем Свободный канал С онлайном Трансляция онлайн Вариант с онлайном Вариант без онлайна Можно и так и так сделать Я думаю мы Я еще к сожалению Не дошел с этим вопросом До Сан Саныча Галецких Но я конечно с ним Обговорю этот вопрос И мне бы очень хотелось Это сделать Ну Сан Саныч Галецких Вряд ли может запретить Членом общественной палаты Не запретить Но скажем так Он скорее поддержит Такую информационную открытие Заручиться поддержкой И поговорить И предупредить Да наверное хотелось Ну и последний вопрос По поводу твоего Участия в работе Общественной палаты Кировской области Все таки Ты по человечески И с профессиональной точки зрения Объяснил Почему ты туда идешь Но что явилось Толчком Вот Что было этим щелчком Пойду в общественную палату Потому что работа твоя Очень-то загружена Эти идеи были давно И я вот скажу Что еще с Артемом Панекаровских Мы тоже хотели это сделать Но Ну сейчас я уже могу сказать Нам сказали нет Нельзя Нельзя Как журналистам Пока вы в штате Нельзя идти Пока мы находимся В определенном штате Я помню даже Артем очень сильно На это обиделся И это там Стало одной из причин Его такого вот Недоверия Скажем так К тому месту Где он сейчас работает И Ну в общем Вот такая история была Ну вот А у нас Главный редактор Радиостанции Хамосковькиров Сам член общественной палаты И поэтому Сам Бог велел Я тебе могу сказать Что мне конечно Работа в общественной палате Очень помогает И в своей профессиональной деятельности И В том Что наверное Не успокоенных И ответственных журналистов Всегда волнует Да Решать вопросы И хорошо бы их решать Не только частным порядком Да Для конкретной бабушки Или там Конкретного ребенка Что тоже важно Но и системно И палата Которая вышла бы На уровень системной работы Вот например Запретить В городе Кирове Законодательно Выдавать в аренду Или продавать участки Под коммерческие объекты Без социальных Например Дай бог Хотя бы Хотя бы один вопрос И Верно Верно Член общественной палаты Кировской области Журналист Владислав Крысов В программе Особое мнение Мы продолжаем разговор И Сейчас Снова О городских проблемах Поговорим Или может быть Наоборот Не проблемах О ярких решениях Которых нас ждут Игорь Владимирович Васильев И Илья Вячеславович Шульгин Губернатор И сети менеджер На прошлой неделе Снова были в Москве Они там очень часто бывают Особенно губернатор Там часто бывает По нашим сведениям Вместе были нынче 8 ноября Там заседал Оргкомитет По подготовке Юбилея Города нашего 650 лет Нам предстоит праздновать И СМИ уже На основе пресс-релиза Городской администрации Публиковали Некоторые проекты Которые были Вячеслав Шульгин Оставил здесь Потому что Они у нас были В программе Урбан Вместе с Васильевым И Некоторые проекты Более подробно Презентовали Но конечно Абсолютно не все Ясное дело Наши журналисты Коллеги И мы В том числе Выцепили то Что было в пресс-релизе Наиболее ярким Таким Спортивный кластер Вересниках Там Собираются построить Что только не Собираются построить Даже ледовый дворец Для конькобежцев Я думала Что эта отрасль У нас уже все Погибло Глядишь И хоккейный дворец Построят И еще что-то Хорошо ли Плохо ли Что огромный Спортивный кластер Так называют Его возникнет В Вересниках В отсутствии Опять же Дорожных развязок Свет Это очень хорошо Спортивный кластер Наверное нужен Я не могу понять Почему именно там В свое время Когда тоже давненько Я снимал сюжет Вересника Для первого канала О том Как там люди Возделывают землю И я помню историю Когда я спросил у бабушки Я говорю Бабушка Как у вас тут Вообще огород Она говорит Милок У меня сын Работает на КамАЗе И он мне сюда По-моему Я вот боюсь соврать Что-то в районе Пяти метров земли Навозил Чтобы поднять Этот участок Который у нее был Поставить Пяти метров Света А если там Делать спортивный кластер Зачем такие расходы Вот ну Я не знаю Может быть это хорошо Но время ли сейчас То есть вот Поднимать там Настолько вот Все вот это Вот и делать Такие нью-высюки Там Я не спорю Что он нужен Спортивный кластер Со спортом Беда Действительно у нас Да Но там ли Но ведь уже начали Легкоатлетический манеж А уже помнишь Весной показывали Как он плавал То есть и опять Сразу вопрос Там ли Сейчас прервемся На полторы минуты И на вопрос Там ли Попытаемся порассуждать Чуть позже Особое мнение Проекты федеральный центр Мы остановились На спортивном кластере В Вересниках Там ли ты сказал Строить его Это вопрос Не только о спортивном кластере Потому что Вересники вообще Рассматриваются В очередной раз Как довольно гигант Такой большой Весомый проект Серьезного преобразования Городского пространства Связан с рекой Связан с выходом К воде Не только Со спортивной инфраструктурой Но и с жилой инфраструктурой И социальной инфраструктурой Почему страшно Об этом говорить Почему так осторожно Все об этом высказываются И почему ты думаешь Илья Вячеславович Шульгин Которого назвать Чистым там Прожектером Ну сложно Потому что Какие-то шаги За этот год мы видим Реально сделаны Ильей Вячеславовичем Почему он и Васильев Все-таки на этой территории Делают акцент Ну мне кажется Может быть что-то хочется Оставить яркое Да То что Вот смотрите-ка Вот там всю жизнь Была дыра дырой Да Грубо говоря Мы в детстве Даже туда боялись Ходить гулять Потому что там Не дай бог Туда попадешь Особенно в темное время суток Да А тут вдруг бах И там появляется Вот такое Наверное хочется оставить Но вот в то же время Я не знаю Насколько они себе Представляют Что там может происходить С теми же паводками Которые там Ладно сто лет Не было сильных Но там бывали Такие паводки Когда еще там Когда была железная дорога Даже ее перетапливала А это Но с другой стороны Если не заниматься Вересниками Действительно серьезно То вряд ли там Можно решить Хоть когда-нибудь Очень острую Социальную проблему Жители Жители Которые живут В бараках Живут С выгребными ямами Живут Без канализации Без водопровода И прочего Свет Ну наверное Здесь Вообще вопрос Я не знаю Насколько это нужно Делать бюджеты А вдруг это интересно Тем же застройщикам Отдайте это место Застройщикам И они сами Определят Насколько это эффективно Они определят Это рынок Это бизнес И если это действительно Эффективно То бизнес туда зайдет А если нет То тогда зачем туда Вкладывать государственные деньги Пусть бизнес проанализирует Твое предложение А вот Игорь Владимирович Васильев Все-таки Не оставляет Свою идею О строительстве Концертного зала Проявляет настойчивость И он Этот проект Вошел также В презентацию Которая прошла На прошлой неделе Вот Комментарии есть разные Кто-то Долгое время Считал Что это шутка Да Будем петь Плясать Вместо того Чтобы что-то там Ты сейчас так думаешь? Я Честно говоря Я скажем так Не в смысле Петь плясать Но я вот допустим Ну любитель Сходить на Концерты Тех там Групп исполнительных Которые мне нравятся И на самом деле Места которые есть Ну вот кроме филармонии Я таких вот Достойных мест Для каких-то Больших концертов Да Я действительно не вижу Возможно это Действительно нужно Да Поэтому я там не Хочу сказать Что это Прямо таки Своевременно И это Единственное что нужно И первоочередное Что нужно Ну нужно Ты был на Урбанистическом форуме Первом урбанистическом форуме Который прошел в Кирове В октябре месяце Очень активно участвовал В сессиях Много чего посетил Это тоже все очень связано С 650-летием Собственно Илья Вячеславович Который тоже там Оттрубил два дня Абсолютно плотно Общался с людьми Что еще ты там услышал Какие для себя выводы Сделал По позиции По позиции управления Управленцев городом А там была и Ковалева И Шульгин В отношении там Серьезных системных изменений Или частных каких-то проектов Что тебя зацепило Если честно Елену Васильевну Там не очень слышал Я ее видел Но я ее не очень слышал Меня очень сильно удивил Илья Вячеславович Потому что я был Немножко другого мнения О нем В том сколько я сталкивался И по работе И так далее Я тут честно говоря Удивился В том Насколько он готов Идти на диалог И насколько он за то Что нужно менять В убранстве города В каких-то вещах Меня это очень удивило Вот наверное Самое большое Мое было удивление Все остальное Там были да Замечательные спикеры С которыми мы поговорили И Они все интересно рассказывали Но если честно Ну мы вот У нас все это на поверхности Но другой вопрос Насколько это дело услышат Потому что вот Илья Вячеславович В тот же Он не Скажем так Дай бог Он будет дальше слушать Потому что Вот даже эти вещи К 650-летию Кирова Когда говорят Про судоходную вятку Это смешно Ну вот мне Реально смешно Я вырос на вятке Я всю жизнь Прожил у вечного огня Мы С трехлетнего возраста Наверное Торча Я не видел там Ни одного парохода Не надо этих басен Что она была Мега судоходная Там всю жизнь Ползали баржи Которые и те Иногда садились На брюхо Это при том Что Там с утра до ночи Работали земснаряды Выковыривали этот песок На следующий год Там снова Одни отмели Какие пароходы Зачем туда Это Вбахивать Столько денег Там не будут Ходить пароходы Понимаете Ну вот Комментаторы пишут В интернете Чапаев давно К нам прорывается Пароход Ну дай бог Там может быть Какой-то Ну вот Я не знаю Надо поговорить С людьми Я так понимаю Это же не первый раз Эта тема И вот Поэтому Если Илья Вячеславович Будет слушать Людей Которые действительно В этом городе Родились Которые в нем Прожили всю жизнь Да То наверное Он услышит Какие-то вещи Которые действительно Ждут в этом городе То же самое Когда Вот я помню Всю эту историю Когда Василий Киселев Еще вот Город обрел парк Александровский сад Снова Да Это был просто Шок у людей Потому что Там был Такой Захламленный лес Уже И просто Туда уже страшно Было заходить И когда мы Получили там Уже правда Давно-давно Это был шок Вот не надо нам Суда и пароходы Сделайте нам Еще пару парков Хотя бы Да Или за этим Следите Как положено Я три месяца бился И намекал Елене Васильевне Ковалевой Выкладывал в инстаграм Фейсбук Выкладывал везде О том Как убили набережную От вечного огня До Александровского сада Она сползла В овраг Там не было брусчатки Там были огромные ямы Там нет фонарей В эту яму Можно улететь Я сегодня Перед эфиром Света Я прошел там Думаю Вдруг Вдруг Я скажу В эфире А там уже Отремонтировали Там заложили брусчатку Но три месяца Света Три месяца Брусчатку-то заложили Она же снова поползла Она поползла Там нет ливневки Там нет ливневки Там все смывает И все утикает И нет берегоукрепления О котором всегда говорили Поросль, которая держала слон Вырубили А мы хотим делать Судоходную вятку Давайте сделаем набережную Нижнюю, верхнюю Давайте сделаем В Самаре Выйдешь на набережную Там дух захватывает Понятно, что у нас не Волга Понятно, что у нас Давайте хотя бы уберечь то, что у нас есть А не строить какие-то планы Посудоходной вятки Я бы очень обрадовался Если бы сделали Нижнюю набережную Которую сделали Сказали А Но не сказали Б Я бы очень обрадовался Если бы сделали Верхнюю набережную На которой сейчас Фонари через один работают И берег сползает Да Мы должны завершать Через 4 минуты У меня еще одна тема По которой, конечно Безусловно, нужно высказываться Мы говорим о судьбе Хоккейного клуба «Родина» Здесь главный тренер Хоккейного клуба Игорь Загозкин Нам прокомментировал Нынешнее их состояние Он говорит следующим образом Абсолютно открыто Он всегда открыто говорит И комментирует Как ты знаешь У клуба нет денег вообще Говорит он Не то, что на выезды А вообще ни на что Поэтому следующий матч Под огромным вопросом Будет он или нет Поскольку по регламенту соревнований Надо рассчитывать с судей Платить им Надо проводить матч Надо платить за техслужбы Которые проводят этот матч А денег ни копейки нет И добавил Что в данной ситуации Им остается надеяться Только на помощь региональной власти Которая знает О критическом финансовом положении клуба Я, Света, не очень сильно углублялся В то, что там многие жалуются И многие говорят Ну а вы посмотрите Какие у этих хоккеистов зарплаты А вы посмотрите На что они претендуют И так далее Я не очень туда углублялся И, честно говоря В чужой кошелек не лез Но в том, что хоккей должен быть И что очень больно Что у нас исчез футбол Хотя я не ахти какой болельщик Я все время ходил на футбол на Динамо Я очень часто ходил смотреть на родину Я очень часто радовался даже не за родину А за тех людей, кто туда ходит В те времена, когда туда ходили тысячи Сейчас у моих друзей занимаются там дети Пусть иногда они ревут с тем состоянием В котором это все есть Но я видел своими глазами За всю свою жизнь в Кирове Что это нужно И мне тоже очень обидно Смотри, вот эта ситуация Она меня, почему я задаю этот вопрос Сколько я работаю в СМИ Не очень долго, не так долго, как ты Всегда была одной и той же У меня такое ощущение Что вот это как человека Которому какие-нибудь мафиози По фаланге пальцев По косточкам Его просто отрубает Разрывает это мяско По живому все время режет И всегда одно и то же Но каждый год находит десятки миллионов И вваливают в команду Каждый год В ту, которая разрушается Умирает Все уходит Но все равно тратятся десятки миллионов Меня эта ситуация Совершенно не устраивает Я ее не понимаю В чем здесь цимус Я тоже не понимаю На мой взгляд Но опять же таки Еще раз говорю Что я не профессиональный Почему нельзя принять решение Принять решение Принять решение Например хотя бы такое Что если мы ребята Не можем потянуть там Суперлигу Высшую лигу Да давайте мы будем выступать Вот здесь вот Но хоккей будет Дети должны на это смотреть Дети должны это видеть Дети должны на этом расти Пускай дети видят что-то хорошее Даже не в Кирове А то что они видят сейчас Абсолютно с тобой согласен Это при парке мертвому Почему не принимается Окончательное решение Почему кошки отрубают хвост Хотя бы принять точно Ребята да Ребята мы не можем вам сделать то то Но мы вам точно можем гарантировать Что у вас там я не знаю Пять лет подряд будет то 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 есть хотя бы люди будут знать Правила игры А если люди не хотят На эти правила идти У них есть свои запросы определенные Тогда уже это будет предмет разговора В другой студии То что мы читаем Разве это не смерть Не агония Совершенно согласен И совершенно Очень даже больно и обидно Так же точно Когда было больно и обидно За стадион Динамо И за футбольную команду С 650-летию я не вижу Что какая-то хоккейная инфраструктура Там у нас есть конькобежный Легкоатлетический Плавательный Но этого нет Так почему же не поставить точку Не сказать Ребята Не будет в это время Ближайшей профессиональной команды Вот у нас будет Легкая атлетика Вот у нас будет это И детский Это 1050 электората Ты думаешь Ну вот смотри 1050 Да Если Зато найди другой электорат Взять те 5 или 6-7 тысяч Которые в хорошие времена Ходили смотреть на игру Родины Взять их жен Взять их матерей Которые за их переживали Взять их детей Это большой электорат Жены и матери переживали Что они ходили с водкой И с коньяком Чтобы не замерзли Не все же ходили Понятно все Продолжим разговор в следующий раз Я благодарю за участие В нашей программе Владислава Крысова Член Общественной палаты Кировской области Журналист Встретимся и в Общественной палате В наших эфирах Спасибо тебе Хорошего дня Спасибо До встречи До свидания Особое мнение На 101FM